В эфире на Вести FM 103, Дагестанское радио. В Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова прошел круглый стол по этическое наследие Сулеймана Стальского. Открыл его директор библиотеки Али Алиев. Символ новой эпохи дагестанской поэзии раскрыла в обстоятельном докладе председатель управления Союза писателей Дагестана Марина Ахмедова. О творчестве народного поэта, о подходах к изучению его наследия, о неизвестных фактах и собственном открытии поэта говорили работники библиотеки, писатели, журналисты, ученые, историки, филологи, исследователи и поклонники поэзии Гомера XX века. Прочна та песня, которая зачата от дуновения ветра в сердце. Песня, зачатая не в сердце, а в голове, рождается мертвой на позор поэта. Сулейман Стальский слагал стихи на резидинском и азербайджанском языках. Он не записывал свои сочинения, слагал тексты и запоминал их наизусть, исполняя их на маньяк певца поэта. Уже в советские годы для фиксации стихотворений к поэту был прикреплен лингвист Гаджигек Гаджигеков. Процесс записи продолжался часами. Сулейман Стальский знал наизусть тысячу сочиненных им строк. Он так хорошо помнил наизусть свои произведения, что с этим были связаны интересные ситуации. Когда Стальскому с бумаги зачитывали его стихи, поэт иногда выражал возмущение. Не так, неправильно. Поэт веневно бичевал угнетателей народа и прославился своими социальными песнями о жизни бедноты. Молотой Сулейман работал в разных местах. На нефтяных промыслах в соседнем Азербайджане, на железной дороге в Самарканде нанимался богатым работодателем. Жизнь народа он познал в полной мере. Сулейман был искренним интернационалистом, не мог мириться с несправедливостью. И говорил, что бедные люди и на Сардарье, и в Ашагастали, а Шагастали одинаково несчастны. Об этом писали современники поэта, знаменитые русские писатели, Луговской, Тихонов и другие, не раз бывавшие у Сулеймана. Первые стихи песни Стальский значат слогать их в молодости, выступая против несправедливости и носителей социального славы. Могучее классовое шитье помогло ему безграмотному, мудрому крестьянину из темного Ашага. Стал разобраться в сложной обстановке гражданской войны, писал Финдика Крив в предисловии книги Стальского «Избранная». Стихотворение «Свобода», датируемое 1919 годом, является знаменательным этапом его творчества. Тогда вместе с односельчанами он участвовал в восстании против генитинцев. Позже принимал участие в сооружении общественных орослительных каналов и ремонте дорог. Он был первым из старшего поколения поэтов Дагестана, так искренне и горячо воспривавшим в своих стихах и песнях революцию, став активным агитатором и пропагандистом новой жизни в горах, певцом новой действительности, ее героики и будин. Сулейман Стальский, его стихи стали неотъемлемой частью культуры народа. Строчки из его текстов вошли в язык в качестве пословиц и поговорок. Легко запоминались и его образные выражения. На русский язык Стальского переводили Кобиев, Ушаков, Безыменский, Тихонов. Многие лучшие поэты и переводчики того времени. В 1030-х годах 20 века имя Сулеймана Стальского уже пользуются всесоюзной известностью. Русские переводы и русский код перепечатывают центральные газеты. Правда и известие. К этому времени в поэзии Стальского прочнее закрепляется политическая тематика. Стихи о Красной Армии, о Советском Союзе. К крупным произведениям Стальского относятся поэмы «Дагестан» и «Думы о родине». Стихотворение «Сыну». Вот что писали газеты этих лет. Наши поэты могут многому учиться в Стальского. Знаменитые народные поэты стоят во многих отношениях на голову выше. Многих и многих наших профессиональных поэтов. Последним по сравнению с народными поэтами не хватает прежде всего той органической связи с жизнью, полноценного поэтического восприятия, социалистической действительности. Той глубокой народности, которая и так характерна для Стальского и других народных поэтов. Многие наши поэты могли бы получиться мудрой конкретности, идейной направленностью народного поэта Сулеймана Стальского. Это до сих пор актуально. Слово руководителю Лизгинской секции Дагестанской региональной общественной организации «Союз писателей Республики Дагестан» Алимову Максиму Тагировичу. А Сулеймана Стальского вообще вы все знаете, да? Почему его и Гомером, собственно, назвали. Он как с любовью. Он не видел, он не мог ни писать, ни читать. И владея уникальной памятью. И слушая восточных аршугов, тогда больше были распространены. В Азербайджане он жил в Средней Азии. И там слушал вот этих поэтов. Он ловил ритм этой поэзии. Он ритму поймал. Он узнал это все вот на слух. Но считать его неграмотным нельзя. Никого из них нельзя. Потому что они не ручкой работали, а своей памятью. Они учились. Они учились. Вот у Тагировского архива я нашел книги. А он тоже всего два класса азербайджанин. Ну, хэп кончил. Он не учился тоже. А он на азербайджанском читал орду мадли. Он читал «Лев Толстой меч» и «Перо» он читал и «Войну и мир» читал. «Васк и колон» читал и «Капитанскую дочь». Вот вам не грамотно. Они по-своему, своеобразно все-таки постигали вот эту науку. И поэзию, и жизнь, и грамотно. Ведь окружающие их люди были еще менее грамотными. Поэтому их можно считать просветителями. Они поднимали их им, народу своему. Они пребывали вкус к литературе, поэзии. К познаниям они их звали. У каждого из них есть стихи, посвященные призывам. Стихи-призывы. Учиться, жить по-новому, трудиться по-новому и так далее. И когда некоторые говорят, что власть воспаляли, они вот такие, сякие. Мне в этом отношении хочется вспомнить слова ныне покойного Магомеда Ахмедова. Он однажды сказал, надо слушать и понимать не о чем они писали, а как они писали. Ведь они были, во-первых, искренними. Они ведь любили эту страну, которая им дала новую жизнь. Искренне любили. Они не льстили, как вот сейчас. Они льстили, они не боялись. Слово доктору филологических наук, народному поэту Республики Дагестан, Нагиеву Фейзудину Рамазановичу. Многие стихи, Сулейман, вот так все изданные на русском языке стихотворения. Или с лакунами, или страфа изъята, или слова переправлены, где религиозная лексика переправлена. Любовные стихи вообще уничтожены. Нельзя было такому шоку о любви писать. Философская энергия, она уничтожена почти. Я нашел в архиве, я изучал все архивы. Мне посчастливилось переписывать у людей, знающих стихи Нагиеву Сулеймана. К сожалению, многие ушли. К его биографии есть маленький клочок, где написан, видимо, он диктовал. И это по-русски написано. Если вы настаиваете еще на том, чтобы я отказался от большего числа моих стихов и сохранить малое число, то я с этим не согласен, потому что стихи – это мои дети. Вот так это подсрочно написано письмо. Заслуженному работнику Государственной службы Республики Дагестан, заместителю директора Национальной библиотеки Республики Дагестан Магомед Рассову, Магомед Рассову, Магомедовичу. Я свое отношение к этому человеку высказал в статьях, которые были увлекованы на сторонницах дагестанской фрауды, в резгии газет и некоторых региональных син. Я хотел бы остановиться на факте подготовки тех мероприятий, которые были уже обозначены решением главы Республики по 155-летию Сулеймана Сальского. В Волгоградской области дважды провели еще это масштабные мероприятия. Перед областной библиотекой имени Максима Горького была заложена аллея поэтов. И первое дерево было посажено через наши землячки по звуку. Там оливы, вторая голубая ель, которая там высажена, это честь слугам завтра. Мероприятия, о котором мы сегодня говорим и о человеке, судьбе, о котором мы сегодня так заинтересованно рассказываем. Мы начали готовиться еще в прошлом году. Вторая поездка в Волгоград фактически появились первые мысли, первые шаги по изучению географии, некоторых деталей жизни и деятельности как Сулеймана Сальского, так и его сына Мусаидна Сальского, который в возрасте 27 лет погиб в пригороде города Героя Саленграда, поселок Городище. Мы на месте начали работать в архивах, начали очень много интересных материалов, касаемо сына, младшего сына Сулеймана Сальского. Будет правильнее, если мы сейчас предоставим слово, у нас небольшой телемост, с Волгоградом нашей коллеги Козичук Натальи Николаевны. Я сейчас держу в руках книгу, книга Сулеймана Сальского, которая вышла от истерилизию «Соединение в Северте». Книга, изданная в Азербайджанском Союзе СССР, с арестантской научно-исследовательской базой. Если мы отправим эту книгу, то есть у меня книжи, где собраны статьи о творчестве и жизненном пути поэта. Вот в этой книге, здесь, как я сказал, в начинающей политикции, «Вникайте в творчество народное». Это здорово, как свежая вода печей горной, противно сладко струй. Держитесь ближе к народному языку, ищите простоты, красности, здоровые силы, которые создают образ двумятые основания. Творчество Сальвана было настолько ярким, открытым и замечательным, что очень многие его произведения включались даже в школьной педерлиотеке. Вот еще одна книга, 1952 года. Вот здесь есть штаб «Школьная библиотека» из Минске Писпель, Иван Стальского. Очень интересный штаб, откуда вышла эта книга, это «Библиотека Средней школы имени Кистолотцы», номер 15. То есть еще тогда, в те времена, это очень была интересная школа, в которой учились благородные, еще и из первого романа «Благородные лица», и там тоже в этих клубах родились такие книги. Слово поэту, члену Союза журналистов России, корреспонденту Рутульской районной газеты, Рутульские новости, заслуженный работник культуры Республики Дагестан Сулейманов Саид Аджиевич, пожалуйста. Сегодня такой светлый весенний день, когда был объявлен 2024 годом Сулеймана Стальского, то я еще раз изучил творчество поэта, и у меня сложили строки, которые я сочинил, и потом в беседе со своими друзьями пришел их вывод, что эти строки, посвященные памяти Сулеймана Стальского, перевести на языки народа Дагестана. И на сегодня это стихотворение мое переведено на 12 языков народа Дагестана, и скоро, скорее всего, издам прошуру памяти Сулеймана Стальского. Сулейман Буквы. Прочитаю вам перевод этого стихотворения. Когда иней бороду твою окрасил серебром, бренный мир затеял чудо для поэта, став ребром. Дом Кремля, как блеск зари, тебя приветствовал добром. Только песня твоя горестная печалью изливалась. Слезы горькие младенца, сироты скорбящий лад, жизнь твою терзали беды и жестокосердных чад. Сердце в шрамах изнывало, соловей взрастивший сад. Грудь твоя в плену печали, словно берег размывалась. Честь берег ты, как папаху, был великим мудрецом. Свой бешмет, как символ гор, не запятнал и не ронял. Горький другом был твоим, тебя с гомером уравнял. Имя твое просвещенный мир узнал, признал борцом. Все же мус твоих печаль в сердца добротные врывалась. Все весенние рулады, символ радости людской. В песне сада соловьинного есть счастье и покой. Сердце мудрого поэта, сад цветущий. Но с тоской Сулейман был породнен, тяжелой жизнью под рукой. Соловей его стал очевидцем зол. Своей строкой песни печали он сложил. Душа слезами надрывалась. Я вот смотрю на лица людей. По-моему, у нас сегодняшний круг выздор удался. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.